Отток врачей из Украины на черный континент продолжается. За год туда уезжают до сотни лицензированных хирургов и терапевтов. Это данные Украинского медицинского совета при Минздраве. Что влечет туда специалистов и с какими трудностями они сталкиваются, узнаем от Геннадия Вивденко. Это один из торговых центров в Найроби, республика Кения. Тут офис украинского доктора Владимира Щукина. За несколько лет он стал одним из самых популярных медиков в этой стране. Спрос огромный. Тут есть какие-то мелкие, скажем, процедуры или операции, которые не требуют наркоза. Я их могу здесь делать. Его медицинская история одна из сотен тут. Доктор Щукин родом из Крыжополя. Учился в Винниции, Луганске. В конце 80-х уехал лечить африканцев. В Москве там передавились мои бумаги и говорят, слушай, хочешь в Уганду или Кению? Тут есть два варианта, куда ты можешь поехать. Я так подумал, 20 секунд скажу в Кению. В 90-х хирург Щукин вернулся, стал главврачом райбольницы в Винницкой области. Вместо лечебной практики в основном доставал краску и стройматериалы для ремонта. Был такой бартер с местными хозяйственниками в обмен на хирургические операции. Уезжать не хотел, но довелось. Потом работа в ЮАР и Уганде. После вернулся в уже знакомую Кению. Познакомился с местным президентом, лечил его окружение. Щукин стал тут знаменит. Но признается, это его первое интервью украинским СМИ. Показывает свою больницу. Просторный офис, две операционных. Не жалуется. Тут у украинского хирурга родилось двое детей. Впрочем, были и страшные события. Во время массовых волнений на минувших президентских выборах пришлось оперировать множество раненых. Выучил еще одну местную особенность. Сначала местные идут за лечением к местному колдуну. Если тот не помогает, тогда к украинскому доктору. Нина Бондаренко терапевт из Кривого Рога. В Африку уехала в конце 80-х. В Мозамбике работала на португальскую строительную компанию. Сетуют на другие африканские обычаи. Женщина тут не может лечиться без разрешения мужа. Ихние обычаи ждать, пока там родственники разрешат идти. Сейчас вот когда вода уйдет, комары будут развиваться. Потому что когда идет дождь, они же не развиваются. А сейчас, когда осталась вода стоячая, они будут развиваться. И на вилле, конечно, будет больше малярии. Те же проблемы и у Щукина, в тысячах километрах севернее. Рассказывает недавний случай с одной из африканок. Какие гасмы? Тут же острый аппендицит. Про что разговор? Нет, нет. Я должен испытать своего человека с годы. Несколько недель в клинике Щукина практикуется молодая кинейка Марин. Делает тесты пациентов. Хочет стать доктором-исследователем под руководством украинца. И расти дальше. Доктор Щукин один из лучших специалистов страны. И я с ним работаю. Это великолепно. Я уже месяц. У него это лучшая практика. Моя мечта стать хирургом. И я начинаю это с этой лаборатории. Сейчас Щукин тут практикует в суперсовременном направлении. Лапароскопической хирургии. Это когда, используя маленькие зонды, проводятся операции внутренних органов. Без разрезов скальпелем. По официальным данным Украинского медицинского совета, в Африке работают не меньше тысячи украинских медиков. Ведь зарплаты в госклинике тут стартует от двух с половиной тысяч долларов. Геннадий Вивденко, Вячеслав Фролов, Павел Лысенко, Сергей Салма. Подробности телеканал Интер из Кении и Мозамбика. Спасибо.